Юрий Владимирович, это брак по любви или по расчёту? По любви, по любви. Большая у нас любовь, у нас полная любовь, да. Ну, у нас давняя любовь, это же не сегодня началось. Дело в том, что я большой поклонник женского начала в целом, да, огромный поклонник и ценитель этого начала. Но вот, неважно, как начало проявляется, через бабушку, через мать, через сестру, через жену, через подругу, через дочку, неважно, понимаешь, да? Оно единое, это цивильное начало. У меня была мать, и при матери я не мог, и не хотел приводить женщину в другую в дом. Вот, вся тайна, ничего себе нет просто сложного, и всё. А как только... Я лучше пускай была бы мама у меня всегда, но это невозможно. Невозможно, к сожалению, да. Вот поэтому я вот и брачные узы принял на себя, и очень доволен. Вот и вся загадка. А что такое брак для вас? Вот вы всё-таки и в мейнстрим вот как-то попали, год семьи. Брак – это андрогин, это единство, душ и тел. Это гармония, это любовь, это взаимность, это понимание, это уют, это счастье, и всё, комфорт, во всех отношениях. Сонная история. Здесь уже не только законнорар. Даёшь 10 книг мне «Духовного русского севера»? Даёшь, да всё. И этот, нет, двина, 11. Ну, а чтобы сенсация. Сенсация будет. Не надо, не надо. Я хочу. Да Юрий Владимирович, не надо. Слушай, вот ты спросил меня, как я нашёл Наташу. Не я её нашёл. Принеси Ксению. Смотри. Я тебе расскажу ошеломительную историю, действительно, по большому счёту. Вот это надо записать. И нам, Даш, компьютер, о том, что я сейчас всё расскажу. Молодая, конечно, в сравнении со мной, хотя и старше меня. Так. Она родилась 13 мая 1970 года. Наташенька сейчас находится в возрасте Акма. 35 лет ей. Этот день я на всю жизнь запомнил. 13 мая 1970 года. День, когда моя жена появилась на белый свет. Эта история ошеломительная. Когда я не думаю, мне становится страшно и благодатно одновременно. Я учился на высших этих курсах по повышению квалификации в Петербурге. На острове декабристов. Недрегов был на Смоленской кладбище. И я в то время очень много занимался проблемами симбиоза. Изучал теорию симбиоза. Крупнейший... Что такое симбиоз? Это особый способ гармонизации отношений между разными растениями, животными. Сегодня мы говорим, что вся эволюция развивается путём всём генезиса. Великий русский биолог Фоминцин, Андрей Фоминцин, похоронен на Смоленском кладбище. Это имя совершенно забыто. А имя грандиозное. Я думаю, что когда-нибудь он будет уважаться больше, чем Дарвин, даже Фоминцин. Я решил разыскать его могилу. Пошёл на Смоленское кладбище. Какие-то у меня наводки были предварительные. Вижу, старушка какая-то там подметает эту старую ополь. Я подскажу, что старушка в могилу виниться. Я говорю, что вы делаете? А вот убирает, просили убрать. Так и старушка где-то лоскутно, жалко. Начинается с ней разговор. Я любил старушек всегда. Как писал Светлов Михаил. Простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток. Она спрашивает, ну что же ты до сих пор не женат? Мне было 29 лет. Говорю, а ты откуда знаешь? Конечно, она ты с ней, да? А вот не жена. Она говорит, еще не скоро женишься. Я говорю, а что ты? Я думаю, ты блаженная какая-то. И так с ней говорил ты очень легко и с уважением, с нежностью, но с иронией. Ой, ты знаешь, надо только сегодня родиться. Мне говорит, да? У меня в книнике это записано все. Ну, думаю, ну интересная штука. И сколько, говорит, мне ждать? О, долго будешь ждать? Долго, говорит. Ну, дождешься. Хорошо. Хорошо, все это, вся эта история забылась. Все это прошло. Я опять Поехал на Смельянское кладбище Лет через 32, через 3 Поехал к Сене Петербургской Поклониться Вот она, Ксения Петербургская Приходит на Смельянское кладбище Нахожу мою Лафа Минцина Бах! Рядом с моим Лафа Минцина Часовник Сене Петербургской Когда я там был В 73 году Там это, честно говоря, и не было Там были развалины Рядом он хотел все равно поклоняться Вот Но это был как-то такой скрытый культ Я обалдел Как так? Как так? Значит Рядом с могилой Лафа Минцина Могила Ксении Петербургской Там уже сейчас Соня, все такое А с Наташей у нас Очень сложные отношения 7 лет назад Означились Так А 4 года мы так уже их поддерживаем Более-менее постоянно И вот Где я туда приехал Вот это было когда? 2 года назад было, да? Я же не был с тобой Вот когда мы с тобой были-то? 3 года, по-моему Она даже видела, да? Думаю, боже мой, как же так совпадение Ну это вообще Это что-то невероятное И я тогда понял, что каким-то образом Хотя пускай, ну я вообще не могу это доказать Это предмет веры Но факт остается фактом, что Ксения Петербургская Если это была она А почему нет? Что-то возможно, да? Каким-то образом вот Принял участие в моей судьбе И я вот считаю, что я нашел Наташа именно благодаря Ксении Петербургской Ну и его повреждение глубокое Вот Сейчас я поехал в Петербург Мне позвонил Женя Орлов Как раз мы уже сходили Подали заявление в ЗАГС Наташа Женя Орлов звонил Юра, тебе присудили премию Петрополь Действительно получил премию Очень престижную премию В этом выручали на мойке 12 в доме Пушкина За книжку об Орлове Женя Значит, едем мы с ним в автобусе Трепимся Я говорю, что вот Он знает, что я собираюсь жениться Я говорю Значит Рассказал эту историю ему С Савляцким кладбищем Он так порадовался Он это все принял всерьез Это было 5 июня Как раз За день до рождения Александра Сергеевича Пушкина И мне вручают вот эту статуэтку Третья Петрополь Ксения Петербургская Тоже как знак какой-то Так что мой брак А это вот была женщина поразительная Я очень гружен Не знаю, кто автор Забыл, кто автор Скульптуры Есть еще другой образ Средней Петербургской Который делал Боря Сергеев Мой друг Лучший ленинградский скутер Это сейчас стоит в Твери Потрясающий образ Ксении Это очень великая женщина была Удивительная была женщина Ну вот Пускай кто-то эту загадку разгадает Почему в 73 году 13 мая Я оказался на могиле Фоминцина Почему именно эта старушка там копалась Почему она со мной заговорила Почему она узнала очень много про меня Пускай это случайность Пускай это бред Но вот это факт моей жизни Поэтому я отношусь очень серьезно к этому Вот такая история Я считаю, что крайне интересная Согласен со мной? Безумно Ну да, вот так Так что давайте Есть тоже момент такой Мистический Мистический Мир жизни Наташа там была И испытала какие-то очень чувства И подарила мне иконку Ксении Петербургской И это ведь потом Когда-то все связалось В одну линию Соединилось Это было вообще Шоковое состояние у меня было Что я вот Я почувствовал касание Чего-то другого Или это было какое-то Безумное стечение обстоятельств Я рационалист И я обязан к этому относиться Скептически в конце концов Но факт это факт Мать эту историю знала Мать знала Я тогда еще и говорил Что мама мне не доволен Старушка она сумасшедшая Была такая Говорит Скоро ты женишь Говорит Что только вот Моя жена родилась Да Ну сколько я Ну 18 лет прожду Да Там пока она Созрит Говорит Мама Не жди что я женюсь Да Ну так Треп Треп Все это было несерьезно И когда я с этой старушкой Говорил на ее могиле У меня никакого Не было к ней пиетета Я говорил с ней Как с обычной Земной старушкой Чудаковатой Глупой Блаженной Я тогда слово Блаженной использовал Да Надо Ксения Блаженная Вот так Так что вот такая Наташа Мне Я думаю Я считаю Что наш брак Это брак Великие Это так Это точно Нерушимые И как бы Предзаданные Вот так Да И меня Всюю жизнь Моя вела К Юрию Владимировичу Судьба Можно сказать Самого детства Так что вот Я правда не умею Таких вот интервью Давать Ничего Все Даже мне скромно Да Но очень русская Девятая Натура Ну ладно Максимушка Есть у нас тайна И пусть она останется Ну вот Тайну мы раскрыли Вот в этом плане Да Что тут Ну Надо ее раскрыть Людям рассказать Что ж Это Благодатно Все Возвышенно Столько Паразических Всяких Союзов И А это Как и никак В поэзии Ну Давай обратно И главное Я тушу А там было Две сатуэтки Достоевские И Ксения Там несколько человек Получили премию Я думаю Господи Не что ли мне Достоевского Миза Ксении Да Дали Ксении Да Ну ладно